Глава округа Владимир Волков совместно с профильными заместителями провел встречу с жителями в формате выездной администрации. Она состоялась во дворе школы новостройки в Краскове. О вопросах, которые больше всего волнуют люберчан, расскажем в сюжете. Школа новостройка на улице Мичурина распахнет свои двери уже 2 сентября. Она станет вторым корпусом Красковской гимназии 56. Сейчас ведутся работы по благоустройству пешеходных дорожек вокруг школы и подключению освещения. Несмотря на то, что все работы на стадии завершения, у жителей остаются вопросы. Построили школу, все красиво, но дорожки, которые ведут в школу, идут через лес. Лес совершенно не прочистен. То есть два шага отойдешь в сторону, он, соответственно, заросший. Я боюсь за безопасность детей, потому что детки будут ходить, сейчас будет осень, зима. Очень опасно, тем более претендентов у нас достаточно. На обращение Люберчан отвечал глава городского округа Владимир Волков. Приводить в порядок, потихонечку мы будем, без фанатизма. Если какие-то, понятно, мусоры, пакеты, банки, шашлычные остатки, это все один в один в момент выбираться. Главная цель выездной администрации – выслушать и найти решение. Екатерина Замолуцких – представитель совета дома в жилом комплексе Новокоросково. С 2019 года у них не работает пост охраны. У нас есть по договору три поста. Хотя у нас на ЖКХ Новокоросково, согласно техническому паспорту дома, должно быть четыре поста. Значит, у нас пост есть, он оборудован, существует, но, к сожалению, нет охранников. Они заставляют других охранников, других корпусов осуществлять контрольно-пропускной въезд на нашу территорию, открывать ворота скорых и так далее. Но это, к сожалению, не всегда получается. Также на встрече обсудили вопросы развития социальной инфраструктуры, содержания дворов и работу управляющих компаний. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.